добрый день дорогие друзья людей материальных адекватных научных правильных религиозных и так далее прошу сейчас сразу же отойти от камеры и не смотреть данный ролик ни при каких обстоятельствах сегодня я буду говорить магическую чушь более того я дам магические приемы практические приемы по взаимодействию с эгрегорными структурами а это господа очень и очень важно потому что с ними мы сталкиваемся каждый день и каждый день мы отдаем им свою энергию не осознавая этого и каждый день мы тратим на них свой временной ресурс не осознавая этого и если мы становимся для них очень хорошей батарейкой хорошим поставщиком времени энергии других ресурсов можем быть ресурсом любви и радости либо горя страданий и так далее ресурсов то много на самом деле если грего вы начинаете нравиться как поставщик ресурсов он вас не отпустит вот представьте что этот эгрегор например мвд или гаи или поликлиника или исполком или 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 представляете вам это надо я возьму сразу практику на примере поликлиники в своем своем недавнем примере я практика все проживаю на себе и выдаю уже в эфир только те вещи которые работают реально плевый вопрос ребенку нужна справка к школе ребенок здоров все прекрасно на день рождения там проходили этих вот врачей сдавали анализы и так далее но прошло время приходит 1 сентября и оказывается вдруг я прихожу в поликлинику за справкой чтобы мне просто врач-педиатр написал справочку а мне место этого дают такой список врачей анализов и всего и отправляют бродить по поликлинике я спускаюсь вниз в окно справка начинаю брать с талоны к врачам и вдруг оказывается что они уже все заняты до конца августа и уже ждем сентября справка нужно к первому сентября я уже должна была начать нервничать и убиваться по этому поводу да что я делаю я беру все талоны все как надо не ругаюсь не спорю я понимаю грегор работает люди выполняют свою работу они служат ему все прекрасно система отлажена это коллективное сознание да я не буду сейчас подробно останавливаться на эгрегорах как они образуются как работает коллективное сознание но она и она есть и эта структура глобальнее нежели наше индивидуальное сознание я выхожу из поликлиники поворачиваюсь и делаю обряд развенчания и забираю назад все свои ресурсы которые я оставил у данного эгрегора это мое право люди занимающиеся магией знают что обряд развенчания это один из простейших обрядов делается на уровне сознания делается на раз два три важно из того что важно что вы нигде не прочтете обязательно забрать назад кроме тех ресурсов что вы оставили там радости там и так далее и так далее и так далее что касается чувства и эмоций забрать энергию само собой да об этом говорят все экстрасенсы при взаимодействии с эгрегорами ключевой это обмен энергии но никто не говорит о том что важно забрать временной ресурс дело в том что игры игры с удовольствием возврат вам возвращает все потому что временной ресурс практически не требует назад никто из магов а те кто не маги вообще никогда ничего не требует они только отдают так вот под временным ресурсом будет сокрытая энергия и чувства и все эгрегор все равно отхватит тот кусок который человек не знающий назад не требует когда вы требуете назад все ресурсы со включая временной жизни у вас очень интересно меняется идет какой-то другой модельный ряд да вроде бы вроде бы остаются те же талоны вроде бы надо пройти ту же самую медкомиссию но уже на завтра придя в поликлинику я со спокойной душой сдаю за ребенка все анализы да и иду по тем талонам что у меня есть во всех кабинетах которые у меня были на сентябре месяц нет очереди я захожу прохожу медкомиссию выхожу очередь есть и так каждый кабинет я прошла всех врачей у меня на данный момент осталось пройти двоих которые в это время не работали как раз я их точно также да пройду вот и опять я делаю обряд развенчания обряд развенчания я не интересна больше эгрегор поликлиники у меня хочет выплюнуть в первую очередь но кулья сама в него прихожу он же просто так вы выплюнуть не может он в итоге берет энергию берет ресурс и потом выплевывает меня потому что я назад все забираю я перестаю быть интересна эгрегору понимаете интересом эгрегора можно управлять осознанно классно есть эгрегоры которые мы хотим быть интересны а есть эгрегоры с которыми мы хотим побыстрее разделаться и чтобы они больше никогда не засветились нашей жизни понимаете эгрегору мы не интересны когда мы у него забираем ресурсы эгрегору мы интересны когда мы его накачиваем не обязательно энергии ресурсов много что происходит когда вы забираете временной ресурс это самый важный вопрос как правило мы на эгрегор тратим какую-то часть времени и самое главное много сил то есть выходя из крупного какого-то заведения мы себя чувствуем обесточенными и потом мы куда-то не успели куда-то опоздали на что-то сил не хватило идет перенос какой-то во времени замечали эти вещи да так вот когда вы возвращаете временной ресурс у вас как будто день начинается с нуля как будто этого эгрегора вашей жизни не было и у вас хватает сил и энергии на все остальное более того время сжимается так что вы помимо этого эгрегора за день успеваете все то что было бы если бы вы не ходили там в этот исполком поликлинику мвд или так далее да вы забираете это все назад и и свою жизнь выстраиваете осознанно так как вы считаете нужным потому что за взаимодействие с коллективным сознанием мы встречаем на каждом шагу и надо научиться с ним взаимодействовать так чтобы при этом ваша жизнь осталась вашей да но ведь не просто так магией занимаемся магия это не с бубном постучать у костра до магии это значительно интереснее это осознанное управление реальностью это формирование своих событий выбирание выбор определенных рядов событий на выбор определенных проявленческих моментов это осознанная игра под названием жизнь и к магии можно прийти разными путями можно прийти через прошлое закрытые вещи да когда некоторые вещи просто в ну положено в основу каких-то древних знаний вот я знаю что эти источники поднимает пытается всяком случае поднимать владимир бесфамильный у него хорошие наработки великолепные наработки в осознанном управлении реальностью с научной точки зрения заходит ольга чурилина да у нее тоже великолепнейшие наработки но более научный подход такой сквозит и объяснений тоже очень хорошие результаты я больше захожу через инсайты через осознавание и как практик прогоняют на своей жизни и потом делюсь с тем как есть с вами была я наталья зайцева пробуйте до новых встреч друзья